Всем привет! Это рубрика «Мысли вслух». Сегодня поговорим о Далласе Маккарвере. Стали известны причины его смерти отчёты публиковал врач Энтони Робертс. Я бы хотел уточнить. В прошлом видео, где я рассказывал про Далласа и других атлетов, некоторые люди недопонялись. Скорее всего, это были аутисты, которым надо всё разжевать и в рот положить. Я говорил о том, что ему, возможно, стало плохо, как на соревнованиях, где его вывели за кулисы и оказали помощь. Возможно, в этот момент, когда Даллас кушал, он опять начал задыхаться и в итоге подавился едой. Но это были всего лишь мои предположения. Давайте я зачту, что опубликовал врач о результатах вскрытия. Отчёт врачей. У Далласа Маккарвера был рак, и он умер от сердечного приступа. Энтони Робертс, тот же врач, который опубликовал отчёт о вскрытии Ричи Пиано, опубликовал отчёт о вскрытии Далласа Маккарвера. В этот раз отчёт гораздо более подробно и объясняет гораздо больше, чем в случае с Ричи Пиано. Даллас, профессиональный культурист IFBB, умер после сердечного приступа, вызванного сочетанием коронарного атеросклероза, это нарастание налёта в артериях и увеличенного левого желудочка, толщение сердечной мышцы, что заставляет его работать более интенсивно. У Маккарвера было наследственно сердечно-сосудистые заболевания, включая как гипертонию, так и атеросклероз. Даллас был найден на полу своей гостиной с едой, разбросанной вокруг его тела. Вскоре после получения 22 августа 2017 года были вызваны парамедики, но он попал в больницу с полной остановкой сердца. Даллас был объявлен мёртвым в 1 час 0,3 минуты. Скрытие было выполнено на следующий день. На тот момент вскрытие было установлено увеличение печени и почек, нефросклероз – это закалённая печень, отёк лёгких и популярная карцинома щитовидной железы. История болезни включает проблемы с холестерином, повышение уровня аминотросфераза, хронический кашель и одышка, а также ацму, приобретённый с детства. Его уровень тестостерона находились в пределах нормы в момент смерти, несмотря на повышенный уровень эпителстестерона с указанием замены тестостерона хотя без злоупотребления. Также присутствовали метаболы стероида под названием тренбаллон. Скрининг дополнительных стероидов был отрицательным, хотя он показал положительный результат на метаболы кофеина и марихуаны. Ни один из них, который не упоминается, как способствующая его смерти. Никаких других рекреационных наркотиков не было обнаружено. Также отмечено, но не указано в качестве фактора, способствующего смерти Далласа. Была история использования покойным бодибилдером КГЧ и инсулина. Я скажу так, что кто бы что ни говорил, что стероиды не безвредны, я скажу, что вред есть, есть вред от них. Если все делать с умом, все будет очень хорошо, но сами понимаете, это спорт, это бодибилдинг, дозировки большие, огромные, но и организм не выдерживает такие большие дозировки. Так что, ребята, не нужно вам никакие стероиды принимать. Кушайте, тренируйтесь регулярно, и будет вам сила и масса. Быстрый результат этот Кириллу Терешину с его базуками в 60 см. Тоже скоро ему отрежут. Спасибо, что вы смотрели меня. Обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. До новых встреч.